русские ясно дали понять что после этого не будет режима зеленского российский солдат это то что дает российской армии ее возможности и в результате украина перестанет существовать как национальное государство россия просто собирается избивать его весь день напролет потому что россия знает как драться они тренировались для боя а запад тренировался для стычки на один или два раунда это все что мы знаем как делать подразделение размером с бригаду приходит быстро ты знаешь авиация сокрушает врага вот и все россия готовится к 15-ти раундовому чемпионскому бою они готовы ко всем 15 раундом они готовы стать мухаммедом али и устроить триллер в маниле нокаутировав джорджа формана или я имею ввиду джо фрейзера в 14 раунде потому что мы лучше они лучше чем мы они продержатся дольше нас то что позволило россии победить это русский солдат они русская артиллерия русский солдат украина должна иметь возможность использовать эти системы вооружения так как она считает нужным для защиты от того что нато называет российской агрессии и поскольку россия наносит удары по украине с территории россии я думаю что ян столтенберг намекает на то что украина должна иметь возможность нанести ответный удар по территории россии надеюсь по военным целям франции потребуется месяцы чтобы перебросить одну бригаду 5 бригад ребята в украину все они умрут в течение недели но я просто нахожу совершенно абсурдным то что генеральный секретарь нато вмешивается в этот вопрос потому что то что он делает напрямую вовлекает нато в любые действия которые украина предпринимает против россии и это просто еще больше дестабилизирует ситуацию украина конечно же будет делать то что она хочет делать и украина уже показала что у нее есть склонность к нападению на крым к нападению на цели в россии и в результате украина перестанет существовать как национальное государство это выбор который они сделали они сделали этот выбор они сделали этот выбор по совету нато нато внесло свой вклад в гибель украины в том виде в каком она существует в настоящее время когда эта война закончится той украины которая существует сегодня больше не будет вообще ни в каком виде ни в какой форме она будет уничтожена с лица планеты может быть что-то под названием украина заменит ее что-то похожее по географическим размерам но та украина с которой все имеют дело правительство зеленского рада сформированная в соответствии с конституцией больше не будет существовать и основная причина по которой этого больше не будет заключается в советах данных украине и поддержки оказанной украине со стороны нато украина идентифицировала себя как расширение нато проводя агрессивную политику нато и в результате будет ликвидирована из-за нато мы знаем что русские говорят о возможном нападении на запорожскую атомную электростанцию и как вы думаете мы приближаемся к тому что украинцы снова нападут на эту атомную электростанцию они уже напали на атомную электростанцию это не вопрос того собираются ли они это сделать они уже напали на нее они недавно напали на нее и будут продолжать нападать на нее. Украина это страна, вышедшая из-под контроля. Это буквально эквивалентно тонущему человеку, который собирается потопить любого спасателя, который к нему приблизится. Они отчаянно пытаются остаться на плаву, хватаясь за любую соломинку. Вы знаете, это акт отчаяния. Это попытка создать представление о надвигающейся катастрофе, которая каким-то образом побудит НАТО или Европу или кого-то еще вмешаться на стороне Украины. Чтобы помешать русским выиграть эту войну. Это не сработает. Я имею в виду, что Россия называет угрозу, которую это представляет, но у России не будет никаких изменений в поведении из-за того, что делает Украина. Это просто еще раз гарантирует, что это преступное предприятие, известное как Украина, прекратит свое существование. Как вы можете оправдать продолжение существования правительства, которое намеренно создает условия, которые могут иметь разрушительные последствия не только для его собственного народа, для России, но и для всей Европы и всего мира. Как мир может мириться с продолжением существования этого правительства? Нет ни одного аспекта самообороны, который позволил бы Украине делать то, что она делает, нападая на атомную электростанцию с целью создания потенциальной катастрофы, которая могла бы теоретически привлечь иностранную помощь на украинскую землю. Когда вы смотрите на мобилизацию со стороны украинцев, известно ли нам, сколько из этих войск, которые они используют на поле боя, прибыло из восточной или центральной части Украины? Сколько из них прибыло из западной части Украины? Мне еще предстоит увидеть официальную политику со стороны Украины, которая проводила бы такое различие. Но данные свидетельствуют о том, что Украина широко использовала восточных украинцев и украинцев из центральной части страны и в меньшей степени западных украинцев. Одна из причин заключается в том, что Украина это по своей сути расистская страна, где западные украинцы считают себя этнически отличными от восточных украинцев, русских и украинцев из центральной части страны, на которых сильно повлияло русское влияние. А западные украинцы, поскольку они считают себя расово превосходящими, стремятся сохранить свою родословную жертву и другими, в то время как они сохраняют свою родословную. Но, как вы знаете, это всего лишь предположение. Я не видел документацию, подтверждающую это. Это носит косвенный характер, за исключением того, что мы знаем из прошлой практики, как ведут себя эти националисты и какое у них отношение к русским. Так что вполне естественно, что они будут стремиться пожертвовать теми, кого они считают недочеловеками, теми, кого они считают низшими людьми, и сохранить сверхчеловека, супермена. Супер-расу западных украинцев. Это не сработает, потому что в конце концов все они умрут, если захотят продолжать сражаться против русских. Такова судьба всех украинцев, если они хотят продолжать эту войну. И вот мы подошли к тому, что, как вы знаете, от России можно ожидать только разумных, рациональных действий. Если Украина хочет тотальной войны, то тотальную войну она и получит. Когда вы смотрите на конфликт прямо сейчас, и когда вы смотрите на действия НАТО, вы видите, что они посылают войска в Литву, немецкие войска сейчас находятся в Литве, а у нас есть войска в Молдове. Видите ли вы, что мы приближаемся к последним дням этого конфликта, или что у нас будет какая-то эскалация на поле боя? Ну, я имею в виду, что же Германия послала в Литву. 24 человека? Вау. Я имею в виду, что я уверен, что русские прямо сейчас остановят все военные операции, потому что немцы направили в Литву 24 человека, часть бригады, которую, по их мнению, не смогут подготовить к 2027 году. Эта война закончится задолго до того, как в Литве появится какая-либо немецкая бригада, 45-я литовская бронетанковая бригада. Я имею в виду, что это три батальона. Звучит неплохо, пять, ребята. Вы знаете, что продолжительность жизни бригады в условиях конфликта высокой интенсивности в Европе составляет три дня. Так что немцы купили литовцам, что три дня, и ваша Германия обанкротится. Нет никакой гарантии, что эта бригада когда-либо будет развернута, потому что Германии нужно получить два батальона, которые ей нужны. Чтобы, знаете ли, увеличить скорость, должным образом экипироваться и так далее, чтобы иметь возможность развернуться. Прямо сейчас у Германии нет такой возможности. У какой страны уходит три года на развертывание бригады? У какой страны уходит три года на развертывание бригады? Только у страны неудачника, только у страны, у которой нет жизнеспособных вооруженных сил. Если бы немцы были серьезной военной державой, они могли бы забрать бригаду из Германии и отправить ее в Литву завтра и сказать, что мы готовы. Почему они этого не делают? Потому что они не могут этого сделать. У них нет такой возможности. И учитывая плачевное состояние, плачевное состояние их экономики, у них может не быть возможности даже воплотить в жизнь эту фантазию о бригаде. Да, они отправили передовую группу командного элемента, численность которой в ближайшие шесть месяцев достигнет 150 человек. А что потом? Мы увидим. Мы увидим. Но то же самое и с французами. Серьезная нация могла бы взять бригаду и мгновенно развернуть ее. Но Франция не может этого сделать, потому что они больше не являются серьезной нацией. У них нет серьезных вооруженных сил. Единственная нация, которая способна забрать бригаду со своей родной земли и развернуть ее за границей, это Соединенные Штаты. Но у нас есть только ограниченное количество бригад, для которых мы можем это сделать. И мы уже сделали это с парой бригад прямо сейчас в Европе. Бригады. Опять же, я просто хочу напомнить вашей аудитории, что продолжительность жизни бригады в современном конфликте высокой интенсивности в Европе составляет три дня. Три дня. Так что давайте просто перестанем шутить здесь. Давайте перестанем притворяться, что НАТО это что-то. Это не что. Что Соединенные Штаты послали в Молдову. Даже не бригаду. Это символическая сила. Это не серьезно. Так что это много суеты, много фырканья, много пыхтения, но они не разрушат ни один российский дом. Так что ты знаешь, это уже не шутка. Потому что это сгибание мышц предназначено для чего? Создать у украинцев такое мнение, что НАТО здесь для того, чтобы поддержать их, чтобы Украина продолжала борьбу. Борьбу, которая убивает тысячи украинцев в день или больше. Борьбу, которую они не могут выиграть. Так в чем же цель всего этого сгибания мышц НАТО? Во-первых, это не сгибание мышц. Я имею в виду, что есть разница между Арнольдом Шварценеггером в возрасте 22 лет, который очень впечатляет. И Арнольдом Шварценеггером сегодня, который уже не так впечатляет, хотя Арнольд все еще побеждает, но он уже стар. Его мышцы атрофируются. Он уже не тот, каким был раньше. НАТО тоже стареет. Их мышцы атрофировались. Они уже не те, какими были раньше. И в какой-то момент это становится шуткой. Это становится трагической шуткой, когда вы приравниваете к этому сотни тысяч погибших украинцев и еще сотни тысяч украинцев, которые потеряют свои жизни в результате этого. НАТО это преступное предприятие и к нему следует относиться как к таковому. Мы слышали во время этого конфликта, что украинские чиновники говорили о том, что у них нет запасного плана, плана Б на случай этого конфликта в Украине. И Зеленский в своем недавнем интервью CNN сказал то же самое. У нас нет плана Б. Мы хотим бороться до последнего украинца. И как вы думаете, что план Б для этой статьи в Азии Томс говорит о том, что американские войска в Молдове, это зарождающийся план Б для Украины. Есть ли у нас какой-нибудь план Б, запасной план для отправки наших войск в Одессу и нападения на Крым? Нет, никакого плана Б нет. Давайте просто прекратим этот бред прямо сейчас. Америка никогда не отправит войска на Украину. НАТО никогда не отправит войска на Украину, потому что это равносильно мгновенной смерти. У НАТО нет возможности проецировать значимую силу в Украину. Франции потребуются месяцы, чтобы перебросить одну бригаду, пять бригад, ребята в Украину. Все они умрут в течение недели. А потом их некому будет поддержать. Что мы отправляем на Украину? Это крайняя степень глупости. Миру нужно очнуться и понять, что никакого плана Б для Украины нет. Украина умрет жалкой смертью благодаря Западу. Она могла бы прекратить пытки уже сегодня сдавшись, но никаких условий выдвинуты не будет. Ведутся разговоры о мирной конференции в Швейцарии, чтобы обсудить что? Если русских не будет за столом переговоров, у вас не будет мирной конференции, не так ли? Что же пытается решить Европа? Условия при которых что? Конфликт будет прекращен. Конфликт прекращается только тогда, когда Россия говорит, что с нас хватит. У России есть только один голос, который имеет значение. Итак, вопрос в том, собираетесь ли вы сделать это легким или трудным путем? Легкий путь – это сдаться сейчас. Спасти жизни, спасти инфраструктуру. Трудный путь – это когда Россия уничтожит Украину. Это уже решенное дело. Русские ясно дали понять, что после этого не будет режима Зеленского. Русские ясно дали понять, что Западная Украина не будет настроена так, как она настроена политически прямо сейчас. Ультранационалисты будут ликвидированы. Бандеризм будет уничтожен. На украинской земле не будет никакой остаточной неонацистской идеологии. Теперь, если украинцы будут вести себя разумно, Россия может позволить им сохранить Одессу и Харьков, но только в том случае, если Украина будет настроена как суверенное государство, которое является частью политико-экономического союза с Россией и Белоруссией. В этом случае России нечего бояться ни Одессы, ни Харькова. Но если Украина хочет сделать это трудным путем, то Россия захватит Одессу, захватит Харьков и оставит после себя только этот жалкий оккупированный огрызок государства, который не имеет ни экономической жизнеспособности, ни устойчивости, как национальное государство. Украина никогда не будет частью НАТО. Украина никогда не будет членом Европейского союза. Этого не предвидится для Украины. И давайте будем честны, Европейский союз никогда не намеревался принимать Украину в свои ряды. Что же они принимают в свои ряды? Эту несостоявшуюся нацию? Зачем Европейскому союзу это делать? Они разбрасываются обещаниями, лгут украинцам, машут морковкой перед их носом. Но Украина никогда не будет членом Европейского союза, и она никогда не будет членом НАТО. Это жестокое и необычное наказание для Столтенберга, Бланкина и других, когда они говорят о потенциале. Мы строим мост к членству в НАТО. Что же, давайте назовем этот мост мост Фрэнсиса Скотта Ки, и он рухнул в море. И он не будет восстановлен в течение долгого-долгого времени, если вообще когда-нибудь будет восстановлен. Такова реальность. И вот где мы находимся прямо сейчас. У Украины нет будущего, у нее нет будущего. Все кончено. Приближаемся ли мы к заключительным дням этого конфликта? Мы в финале. Я имею в виду, что этот конфликт продолжается уже два года. Я не верю, что это продлится еще год. Русские накапливают огромную военную мощь. И, как ты знаешь, они превращают украинцев в ничто. Ты же знаешь, что если они будут действовать быстрее, то Россия будет действовать более небрежно. Россия сейчас не занимается тем, чтобы нести потери. Так что Россия просто собирается раздавить Украину, раздавить ее, раздавить и вторгнуться, когда от нее ничего не останется. Но это произойдет скорее раньше, чем позже. У Украины все заканчивается. У них нет противовоздушной обороны. Так что русские накопили эти планирующие бомбы, эти бомбы ФАБ-250, 500 и 500 тысячные. Сейчас у нас на подходе 3000 бомб ФАБ-300, и все признают, что российские военно-воздушные силы только начинают действовать. У нас нет ничего, что могло бы сбить их. Они сбрасывают эти бомбы за пределами зоны действия противовоздушной обороны, которую могли бы сохранить украинцы. Эти бомбы попадают внутрь и уничтожают все. А затем российские войска немного продвигаются вперед, а затем украинцы отступают. Бомбы падают и уничтожают все вокруг. Русские немного продвигаются вперед, и Россия будет играть в эту игру весь день напролет. У них есть, в отличие от Запада, который по-видимому не может производить артиллерийские снаряды, Россия производит много бомб, массовое производство этих бомб. И они собираются сбросить эти бомбы, и они собираются убить каждого украинца у них на глазах. Именно так и будет вестись эта война. Она будет кровопролитной. Она будет ужасной. Она будет разрушительной для украинцев. И ничто не сможет изменить этого. У нас нет плана Б. Россия не в том положении, чтобы терять 100 жизней. Это не будет честной борьбой. Это не будет честной борьбой. Немецкая армия была очень боеспособной армией, даже до самого конца, хорошо дисциплинированными войсками, хорошим вооружением, способностью. До тех пор, пока они сохраняли боевую сплоченность, они представляли угрозу для русских на тактическом уровне. Украинцы больше не представляют угрозы для русских. Это массовое убийство. Я не верю ни единому слову британской разведки о том, что сегодня погибло тысяча русских, что русские понесли самый низкий уровень потерь, который они понесли за весь конфликт сегодня. Потому что они имеют такое подавляющее превосходство на поле боя. Но опять же, их работа заключается не в том, чтобы быстро захватывать территорию в данный момент. Их работа состоит в том, чтобы просто убивать украинцев. И они делают это каждый божий день, пока захватывают территорию. Так что все люди, которые указывают на карту, говорят, ну, она почти не сдвинулась с места. Ну нет, но было внесено много территориальных изменений, на кладбищах, которые украинцам приходится копать, чтобы похоронить тела, извлеченные с поля боя. Так что ты знаешь, это просто, это трагедия, но это трагедия, которую Запад навязал Украине. И Украина приняла решение. Сейчас они даже говорят о том, что собираются мобилизовать женщин. Так что Украина в буквальном смысле совершает самоубийство, как национальное государство. Когда дело доходит до конфронтации, люди, которые так сильно поддерживают НАТО и говорят, что НАТО может сокрушить Россию, НАТО может сделать с Россией все, что угодно. Всегда на ум приходят мысли о том, что когда мы смотрим на страны НАТО сегодня, ни у одной из них не было серьезного опыта участия в реальных войнах. Поправьте меня, если я ошибаюсь, потому что единственная страна, имеющая опыт ведения войны, это Соединенные Штаты после Второй мировой войны. Только Соединенные Штаты вместе с некоторыми странами членами НАТО. Большинство из этих стран не имеют никакого опыта на поле боя и не знают, как это работает. И другая вещь заключается в том, что характер этих войн, которые вели Соединенные Штаты до сих пор, совершенно отличался от того, что мы видели до сих пор в Украине. Во-первых, давайте просто исправим, что у Соединенных Штатов тоже нет боевого опыта. Мы только что потратили, знаете ли, средняя военная карьера составляет сколько? 20 лет. Вы знаете, ну 20 лет назад, это было в 2004 году. И мы воевали в Ираке и Афганистане. Конфликт низкой интенсивности не имеет никакого отношения к тому, что происходит прямо сейчас. И мы не знаем, мы не знаем, как вести современную войну. Мы не знаем, как воевать. Мы пытаемся переобучиться, но на это требуется время. Когда они говорят о военно-воздушных силах НАТО, я слышу, как многие люди говорят, ну посмотрите, что мы сделали с Косово, мы НАТО. Ну, вернитесь назад и посмотрите на воздушную кампанию НАТО в Косово. Это буквально тематическое исследование некомпетентности и эффективности. Да, они разгромили почти беззащитную страну, но воздушная кампания не была эффективной. В итоге погибло много мирных жителей. Это была неудачная военная кампания. Если бы у сербов была эффективная интегрированная противовоздушная оборона, НАТО потерпело бы поражение. НАТО чуть не победило само себя из-за элементарной некомпетентности. Вы знаете, такова реальность воздушной кампании НАТО. И все же люди идут, посмотри, что мы сделали. Посмотри, что они сделали с Ливией, там не было противовоздушной обороны. И ты знаешь, что они этим гордятся. Если бы НАТО выступило против России с такой противовоздушной обороной, это был бы конец НАТО. Их противовоздушная оборона не сможет победить русских. У них нет пилотов с боевым опытом. На днях я видел, как этот пилот F-16, Дэн Хамонт или что-то в этом роде, сказал, что добровольно отправится туда и поможет. И все такие, о боже, он самый опытный пилот F-16 в мире. У него нет боевого опыта в воздухе. Так насколько же он хорош? А его боевой опыт заключается в бомбардировках беззащитных стран. Насколько же он хорош? Нет, он тоже умрет на первом часу, потому что он не знает, что произойдет. Он поднимется в воздух на F-16, который не так уж хорош. Он поднимется в воздух, и русские собьют его. Или он попытается приземлиться на аэродроме, которого больше не существует. Я имею в виду, что глупость этих людей просто непостижима. Ты знаешь, нам нужно смотреть на холодные суровые факты. Россия потратила два года на совершенствование искусства современной войны. И они очень хороши в этом. Идеальны ли они? Никто не идеален. Совершает ли Россия ошибки? Все совершают ошибки. Но ты знаешь, в мире боевых действий, во-первых, пойми, что Россия теперь знает, как проводить операцию, нести потери, адаптироваться и продолжать идти вперед. Они могут выдержать удар. Никто на Западе не знает, что они могут выдержать удар. Никто на Западе не получал пощечин. Ты же знаешь, что происходит, когда Запад сталкивается с таким бойцом, как Россия, которая наносит удар, может быть, они нокаутируют Запад первым же ударом. А может быть и нет. Но теперь Западу придется отступить в свой угол. Он находится в оборонительной позиции. Они будут наносить удары. Они будут выбивать из нас все дерьмо. НАТО не готово к бою. Мы были на диване. Нас съели. Мы растолстели. Мы не тренируемся. Россия тренируется прямо сейчас. Что, по мнению НАТО, они собираются делать? Я имею в виду, у вас есть эти крикуны, которые дрались и дрались в Косово. Вот и весь их большой боевой опыт. И они говорят, что старая НАТОвская военная мощь все изменит. Они не смогли победить в Косово. Они были некомпетентны в Косово. А теперь они хотят использовать эту некомпетентность, то есть коалиционную войну НАТО против русских. Это крайняя степень глупости. Всякий раз, когда они говорят о противостоянии НАТО с Россией, они думают, что Россия будет одна. Как вы думаете, в конце концов, такие страны, как Беларусь, как Иран, даже Китай, как вы думаете, если что-то случится между Россией и НАТО? Эти страны останутся в стороне и ничего не будут делать по этому поводу. Ну, во-первых, мы знаем, что Беларусь не будет молчать. Если НАТО нападет на Россию, Беларусь автоматически вступит в бой. У Китая только что была встреча. Си Цзиньпин встретился с Сергеем Лавровым, и в заявлении, сделанном Китаем, я бы сказал, что в конце этой встречи министр иностранных дел Китая заявил, что в то время как Китай и Россия никогда не будут вступать в сговор с целью нападения на третью страну, если НАТО или западные державы нападут на Россию или Китай. Они придут им на помощь и будут сражаться за них от их имени. И они также сказали, что Россия и Китай придут на помощь странам, которые подвергаются нападкам со стороны Запада, которые угрожают международной безопасности. Смотрите, это означает, что эта игра – сет-матч. Если НАТО вмешается в дела Украины, Китай вмешается. Теперь, означает ли это, что китайские дивизии появятся на Украине? Нет. Это означает, что Китай нападет на американские силы в Тихом океане, но Китай направит всю мощь своей экономической мощи против Соединенных Штатов. Джанет Йеллен только что вернулась со встречи в Китае, где ей пришлось признать, что китайцы просто издеваются над нами. «Мы такие жалкие. Они превосходят нас в конкуренции. Мы должны заставить китайцев измениться, потому что мы не можем конкурировать с китайцами. Их рыночная доля слишком велика. Их потребительская база слишком сильна. Мы не можем конкурировать с этим. Они производят товары слишком дешево». Да-да-да. По сути, китайский капитал – это более капиталистическая нация, чем Соединенные Штаты. Китай разрушит американскую экономику, разрушит мировую экономику. Китай всегда будет гарантировать, что у России есть рынок сбыта, чтобы она могла противостоять любым санкциям, направленным против нее. И Россия не оставит Китай в покое, если Соединенные Штаты двинутся на Тайвань. Помните, Япония заявила, что хочет вмешаться в такого рода борьбу? Что же тогда Россия расширит войну на Японию? Если Япония и Южная Корея решат, что они хотят бороться с Северной Кореей, Россия и Китай вмешаются в эту борьбу. Мир изменился. Больше не будет американских издевательств. НАТО больше не сможет нападать на страны, разрушать их, свергать их лидеров с власти. Россия вмешается. Что это говорит о Сербии? Что будет делать Россия, если НАТО предпримет какие-то действия в отношении Сербии из-за Косово? Россия заявила, что когда международный мир и безопасность окажутся под угрозой, Россия и Китай вмешаются. Это новая реальность. И опять же мы говорим о НАТО, которая не может развернуть бригаду в Литве быстрее, чем за три года. Я имею в виду, что это Германия, одна из ведущих держав НАТО. У них не осталось боеприпасов. У них ничего не осталось. Франция не может развернуть бригаду на Украине не разорившись. У них нет устойчивости. Такова реальность НАТО. Знаешь все те самолеты, о которых они хотят говорить, отдавая их? Греция собирается отдать Украине 32 F-16. Это все мертвые F-16. Я имею в виду, что это все равно, что хвастаться тем, что я отдал свою коллекцию корветов 1986 года выпуска. Ты же знаешь, что это не так, это не работает. Двигатель не работает. Это обойдется тебе в миллион долларов на ремонт, но ты получишь корвет. Ну нет, тебе не нужен этот корвет. Он не работает. Все эти F-16, о которых говорят люди, не являются хорошими новыми первоклассными F-16. Это сломанные истребители. Большинство из них не могут летать. Сколько из этих греческих F-16 могут подняться в воздух прямо сейчас? Немного. Они должны быть отремонтированы. Они должны быть приведены в порядок. Кто за это заплатит? Это будет сделано на земле в Украине. Ты собираешься разместить их на аэродроме имени Франциска Ивановича Иванова. Россия просто полностью уничтожит его. Глупость людей, которые думают, что НАТО актуально сегодня, выше моего понимания. Одним из ключевых элементов этого конфликта, который привел Россию к победе, является артиллерийский снаряд. Во время этого конфликта они использовали 150-мм снаряды. И мы знаем, что когда этот конфликт начался, украинцы использовали тот же калибр. И во время этого конфликта они отправили им 155-мм, 152-мм, если я не ошибаюсь. И это было похоже, что во время этого конфликта в Украине царил беспорядок. Как ты видишь этот случай украинской армии? Смотри, когда началась война, у Украины была артиллерия советской эпохи, 152-мм, 122-мм в первую очередь. То же самое, что и у русских, тот же калибр. И у Украины были обширные запасы этого. Но современная война, это война артиллерии. Я просто поправлю тебя в одном. Я имею в виду, что то, что позволило России победить, это русский солдат, а не русская артиллерия, русский солдат. Русский солдат использует много оружия. Артиллерия это одно из них. Но то, что дает России возможность одержать верх на поле боя, это русский солдат. Это более стойкий солдат, чем принято считать на Западе. Солдат, который может вынести много боли, много страданий, солдат, который очень компетентен. И Россия доказывала это на протяжении веков. Российский солдат это то, что дает российской армии ее возможности. Артиллерия это отличное оружие, и русские используют его очень хорошо, но именно российский солдат делает это. Это не просто часть оборудования, это кровь, душа, сердце, прикрепленные к ногам и ботинкам, которые делают российскую армию такой, какая она есть сегодня. Но у России много артиллерии, ты же знаешь. Россия сделала упор на артиллерийские обстрелы на поле боя, а не на авиацию. НАТО это то место, где я говорил о непосредственной поддержке с воздуха и артиллерии. И непосредственная поддержка с воздуха и артиллерия работают вместе в рамках общевойскового подхода. Что касается России, то непосредственная поддержка с воздуха, а не артиллерия, артиллерия, артиллерия. Так что Россия выпускает гораздо больше артиллерийских снарядов, чем Украина. И когда украинская авиация была выведена из игры, так сказать, как решающий фактор на поле боя, у Украины не было артиллерии, достаточной для того, чтобы сравняться с россиянами. Вы имеете дело с недостатком в соотношении 6 к 1, 10 к 1. Так что русские смогли доминировать на поле боя с точки зрения огневой мощи. А чтобы сравняться с ними, Украине пришлось выпустить много боеприпасов. Выжигаете стволы. Вы должны понимать, что вы не можете просто сидеть там и стрелять по мишеням, чтобы ствол прослужил вечно. Выжигаете стволы. Если у вас нет запасных стволов на объектах, где вы можете заменить стволы, вы потеряете артиллерийские орудия. Но у них закончились боеприпасы задолго до того, как у них закончились стволы. И поэтому у них есть оружие, 152, 122, у них нет боеприпасов. Первое, что пыталось сделать НАТО, это скупить старые боеприпасы Варшавского договора, которые были у бывших стран Варшавского договора, Польши, Чехии и так далее. И покончить с этим. Украинцы израсходовали их. Они объехали весь мир и попытались купить то, чего у них не было. Но другая проблема заключается в том, что у украинцев были артиллерийские системы, эти советские системы воздушной артиллерии, у них также была проблема с дальностью действия. Это были не самые дальнобойные системы. У русских были более современные версии, которые могли их превзойти. Так что Запад пытался дать Украине 155-мм артиллерию, которая является западным стандартом, и разные калибры, чтобы дать им большую дальность действия. И поэтому они предоставили им эти системы. Но одна из проблем заключается в том, что они не предоставляют им необходимое количество артиллерийских систем. Так что украинцы просто снова сжигают стволы. И теперь эти системы нельзя обслуживать в Украине. Они должны быть вывезены, чтобы стать неэффективной системой. И другая проблема заключается в 155-мм артиллерийском снаряде, о котором НАТО никогда не планировало. Помните, генерал Кристофер Кавелли сказал в 2023 году о боевых действиях, что масштабы насилия превосходят воображение. Воображение – это то, что движет всем в военном планировании. И если вы представляете себе конфликт для своих вооруженных сил, вы должны купить артиллерию, которую вы собираетесь складировать, артиллерийские снаряды. Так что у НАТО был запас для определенного вида войны, и они пополняли его ежегодно, чтобы удовлетворить потребности в обучении или заменить устаревшие боеприпасы. Но они не создавали военный фонд. С другой стороны, у России есть огромный военный бюджет, и она мобилизовала оборонную промышленность, и она способна производить артиллерийские снаряды. И она способна закупать артиллерийские снаряды у Северной Кореи, и у нее никогда не закончатся боеприпасы. У Украины закончились боеприпасы. У Запада закончились боеприпасы. У украинцев не осталось боеприпасов. У них закончились 155-мм артиллерийские снаряды. Так что теперь у них есть, знаете ли, несколько орудий натовского образца, но нет боеприпасов. У них есть несколько старых советских орудий, но нет боеприпасов. Тем временем у России есть только их стандартные российские орудия. Они модернизируются. Они создали новые системы, обладающие большими возможностями, но у них никогда не закончатся боеприпасы. И поэтому Россия это просто еще одна область, в которой Россия доминирует в этой войне. Субтитры создавал DimaTorzok